В информационной студии телеканала Север Иван Никонов, здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Размер федеральной субсидии на сохранение поголовья оленей увеличили в два раза по сравнению с прошлым годом. Деньги уже поступили в хозяйство округа. Амдраму приравняют к сельским поселениям по нормативам ТБО. Для жителей прибрежного поселка они снизятся в два с половиной раза. Общество краеведов в Ненинском округе отмечает 25-летие со дня образования некоммерческой организации. За стопроцентное освоение федеральных субсидий в 2020 году на сохранение поголовья оленей Министерство сельского хозяйства увеличило в 2021 году для Ненинского округа размер этой субсидии почти вдвое. Об этом шла речь на оперативном совещании главы региона с руководителями органов государственной власти. Оленеводы данную субсидию и наши животноводы получили в полном объеме. Это получается у нас суммарно для помолочного животноводства предоставлено 19,5 миллионов рублей. По оленеводству практически 95 миллионов рублей, из которых большая часть федерального бюджета. Также Альберт Чабдаров доложил главе региона о том, что на уровне Министерства развития Дальнего Востока и Арктики утверждена стратегия развития оленеводства. В соответствии с этой стратегией, там достаточно большой пул мер поддержки и направления, по которым планируется развивать оленеводство, в том числе и факторий и многое другое. И мы с оленеводческими хозяйствами, это поручение Министерства, до конца июля будем отрабатывать уже тактические шаги по реализации стратегии или ее корректировки. В свою очередь глава региона отметил. Надо собрать все предложения от оленеводов и направить в эту программу. Хорошая новость из Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта для жителей поселка Амдрама. В ближайшее время для них нормативы твердых бытовых отходов снизятся в 2,5 раза. Такое решение было принято по поручению главы региона Юрия Бездудного после консультации с депутатами окружного собрания. Прибрежный поселок планируется приворять к сельским поселениям. Сейчас жители платят за твердые коммунальные отходы по нормативу городского поселения. Как было анонсировано, нормативы снизятся в 2,5 раза уже с 1 июля. Напомню, на сегодняшний день ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Наринмара, поселков Искатели и Амдрама составляет 115 рублей 27 копеек в месяц на каждого человека, проживающего в жилом помещении. Для сельских жителей в два раза меньше – 50 рублей 27 копеек на человека в месяц. Также почти в полтора раза планируется снизить отдельные нормативы ТКО для малого бизнеса, специализирующегося на торговле. Это должно положительно отразиться и на ценах в населенных пунктах округа. Повышение доступности авиаперелетов для граждан, проживающих на дальневосточных и северных территориях России, обсудили в Государственной Думе Российской Федерации. В расширенном заседании Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока принял участие депутат Государственной Думы от Ненинского округа Сергей Коткин. По требованиям авиационной безопасности взлетно-посадочные полосы населенных пунктов приворняли к аэропортам. И теперь они должны соответствовать последним. Здесь должны устанавливать системы контроля, дополнительные оборудования. Если у нас было 1500 площадок в Советском Союзе, сейчас там 440 осталось, то вот с этими постановлениями правительства у нас ни одной площадки не останется. И Анатолий Юрьевич сказал, что приравняли Нижний Камп к Шереметьеву. Не Нижний Камп, а населенный пункт в 60 человек, где проживает, приравняли к Шереметьеву, где нужно вводить инкроскопы, службу охраны, передачи информации, значит, в Федеральную службу безопасности, где интернета даже в селах нет. Еще одно постановление правительства, которое делает межмуниципальные перелеты в регионы доступными для жителей, касается субсидирования труднодоступных районов. По факту получить компенсацию можно только если такие рейсы выполняются между аэропортами, но в малых населенных пунктах только взлетно-посадочные полосы. А сколько у нас осталось аэропортов? Их нет практически. На севере и России остались взлетно-посадочные площадки. И, по сути дела, это постановление на севере не работает. Вот у нас эти рейсы не субсидируются. Что касается субсидированных рейсов в Москву, то из-за выделенных в начале года на эти цели 12 миллионов уже израсходовано 11. По словам парламентария, в прошлом году было подготовлено письмо на имя председателя правительства России Михаила Мишустина. Инициативу поддержал также зампредпредседателя правительства Юрий Трутнев. Без охоты оставили всех жителей на северах, ошибку допустили, до сих пор не исправили эту ошибку. Десятки писем пишут регионы, депутаты, одни идут отписки. Поэтому у меня просьба посмотреть на эти вещи и каким-то образом как-то отреагировать. Также Сергей Коткин отметил, что постановление правительства и приказ Минтранса уже признали ошибочными и в ближайшее время ожидается официальное решение. Парламентский урок для участников проекта «Школа молодого лидера» прошел в собрании депутатов Ненецкого округа. Проект реализует Ассоциация Ненецкого народа ЕСАВАИ. Его участниками стала студенческая молодежь коренных малочисленных народов Севера из окружных сел. Нельминоса, Неси, Устькары и Хангурея. В рамках образовательного проекта предусмотрены встречи с представителями исполнительной законодательной власти региона, федеральными органами власти и общественности Ненецкого автономного округа. Как отметил президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСАВАИ Юрий Хатанзейский, основная цель проекта – это выявление лидерских качеств молодых ребят. Самое главное, что мы должны научить себя преподносить, преподать свои цели. Соответственно, ставить перед собой цели и их добиваться. Научиться говорить правильно и грамотно. Ну и, конечно же, вести более активный образ жизни. Думать о будущем. Мы понимаем, что будущее за ними. И завтра, как они будут принять решение, будут завести дальнейшее наше поколение. В начале встречи спикер регионального парламента Александр Лутовинов провел урок, где рождаются законы. Он рассказал студентам об основных направлениях деятельности законодательной ветви власти округа, которую представляет собрание депутатов НАО. А также об этапах становления и развития окружного законодательства, структуре регионального парламента и работе постоянных комиссий. На встрече молодым людям объяснили процесс подготовки окружного закона. От законодательной инициативы до принятия в окончательном чтении. Идет же новое поколение, перевооружение, все идет в этом плане, надо жить в ногу со временем. И вы фактически в этом плане ничем не хуже, а может быть даже в более лучших условиях находитесь. Кроме того, спикер проинформировал о работе общественной молодежной палаты при собрании депутатов и призвал ребят быть активнее в политической, экономической и социальной жизни округа. После урока ребята познакомились с работой экспертного правового управления и управления организационно обеспечения работы собраний депутатов НАО. Общество краеведов Ненинского округа отмечает значимую дату. 25 лет назад появилась организация, объединяющая людей, неравнодушных к истории своего края. Тему продолжит мой коллега Василий Хатанзейский. Подбурные аплодисменты началось чествование юбиляров. Обществу краеведов Ненинского округа в этом году исполнилось 25 лет. Нам исполняется 25, сегодня 25 мая, мы так его называем 25-25. Вот, нашей организации, она была создана 25 мая, 1996 года, то есть одна из таких уже возрастных некоммерческих организаций Ненинского автономного округа, в которую входит достаточно много известных людей, которые занимаются изучением историко-культурного и природного наследия Ненинского автономного округа и популяризируют эти знания среди населения. Общество краеведов является одним из важнейших объединений в регионе. За четверть века члены организации пополняют научный фонд с социально значимыми проектами в области культуры, образования и науки. Один из первых проектов была как раз организация семинара для руководителей общественных музеев города и села. То есть у нас есть общественный музей в Великовисочном, в Коткино, в Красном, и, конечно же, им всем нужна поддержка. Также были музеи на рыбокомбинате, школьные музеи. И нам удалось объехать практически все музеи, посмотреть их фонды, как ведётся учёт в этих музеях. И провели совещание, где подсказали, как правильно всё это делать. Сегодня организация насчитывает 37 энтузиастов. Каждый вносит свою лепту в сохранение исторической памяти. За долгие годы подготовлено немалое количество монографий и публикаций, отражающих историческую правду прошлых лет. Василий Хатензейский, Антон Бодряков, Телеканал Север. В конце марта текущего года в Ненинском округе был объявлен конкурс на лучшее музыкальное произведение, которое символизировало одну из визитных карточек региона. Соревнование по снегоходному кроссу «Бурандэй». Своего рода гимн спортивного праздника. Победителем конкурса стал Александр Чемисов. Его песня, посвященная Ненинскому округу, набрала наибольшее количество баллов. Ненинский округ славится не только своими национальным колоритами, но и спортивными брендами, такими как снегоходные гонки на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. «Бурандэй» – одно из самых зрелищных традиционных окружных мероприятий. В 2021 году соревнования прошли в 25-й юбилейный раз. Несмотря на здоровье, поприветствовать гонщиков прилетел в Наринмар основатель снегоходных гонок Артур Челенгаров. В это же время родилась идея создания гимна «Бурандэя». Гимн «Победитель», посвященный этому спортивному празднику, был отобран методом простого открытого голосования членами конкурсной комиссии. «Идея создания еще пока не гимна, а просто песня, которая будет связана с нашим округом, каким-то образом, либо с событиями, которые происходят в округе, пришла довольно давно, год назад. Начались первые попытки, но потом из-за большой занятости все было приостановлено, и процесс как бы остановился. Когда я узнал о конкурсе, все это возобновилось, в общем, и получился гимн. И трудности были связаны именно с текстом. Очень долго искал вдохновение, думал, каким именно должен быть текст песни, текст гимна. А с музыкой проблем не было. Я сразу знал, какая она должна быть, что она должна быть драйвовая, зажигательная, в околотяжелой манере, ну, то есть созвучно с ревом двигателей и с запредельным драйвом участников соревнований». Всего на конкурс было заявлено 9 участников. Александр верил в свою победу. Все равно было волнение. Я верил в свою победу, надеялся, что возьму первое место. Редко бывает, когда свое творчество тебе нравится, но вот эта песня мне прям понравилась, зашла. И радость, эйфория. Я бы хотел еще поблагодарить всех тех, кто помогал мне при создании этого гимна. Это Антон Баранников, Евгений Карпунин. Все ребята, спасибо огромное. Пока песня не записана, поэтому мы не можем продемонстрировать вам какой-либо фрагмент из нее. Мы обязательно сделаем это после презентации гимна. Потом, когда он выйдет, возможно, это не будет, во мнении многих, гимн в его традиционном понимании. Но, тем не менее, это гимн, действительно, гимн таким, каким он должен быть. Потому что слово «гимн», как казалось, оно очень многогранно. И это не обязательно, когда нужно вставать, прикладывать руку к сердцу и слушать торжественную мелодию. Напомню, открытый конкурс на создание музыкального символа спортивных соревнований «Барандаи» был объявлен в конце марта. Катрина Тайбарея, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Горячий источник в жилой квартире. Жители дома по улице Озерной 5Б в поселке Искатели уже опустили руки. Прорыв трубы с кипятком случается здесь постоянно. Причем страдает одна и та же квартира. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Семья Соломиных квартиру в этом доме приобрела еще в 2008 году. Первые проблемы начались спустя два года. Тогда отходами из септика затопило в первый раз. Своими силами хозяева очистили квартиру. Сотрудники управляющей компании предложили разделить общий сток. Таким образом предотвратить коричневые потопы на будущее. Жители согласились. Однако через год ситуация повторилась. Я приехала и мы все это вычерпывали, вычерпывали. Я в автобусе домой ехала, от меня все шарахали, сказали, откуда она близко, с какой канализацией. Ладно. Потом, как говорится, вот сейчас нефекали, так затопило. И месяц назад у нее в комнате там прорвало трубу. Кипяток свистал, как говорится, во все концы. А сейчас вот опять наверху женщина уже не живет, а там, видимо, трубу вот-то прорвало. Каждый потоп обходился семье в копеечку. Ремонт квартиры делали за свой счет. В 2012 году во всем доме меняли трубы за собственные средства. Переходили от чугунных на пластиковые. Вот тут началась череда водных потопов. Заливало даже в спальне ночью. Нине Соломиной приходилось опять вызывать бригаду. А так же пришел никакой. Завтра, я говорю, так у меня за час ведро уже кипятка набежало. Ну, так что мастер сказал. Я опять слезы. Я никак не мог добиться, что почему такая проблема-то у нас. Ты за квартиру платишь вовремя, никаких задолженностей нет. И постоянно вот топят, и у них вот такое отношение. А вот вчера вот такая ситуация произошла. Потому что вообще две бригады, и оба ни в каких состояниях, как мне знакомые сказали. Это хорошо, что вот в квартире остался кот. А если бы не было его, его там вот на втором бы провал, это же... Когда бы кто пришел в квартиру там проверить? Нина Соломина потеряла покой. Трубы прорывала постоянно. Дом настолько покосился, что при очередном ремонте пришлось снять все двери. Вот все с наклоном, двери поснимали, потому что двери не открыть, не закрыть. А зимой вообще холодина. Если ветер, так вообще дома холодина. Надо на ноги валенки или что ли одевать. Вот так вот. Спят в одежде зимой, холодно. Окна-то такие, что слищутся кругом. Так вот, что еще? На какие-то меры, я не знаю, как вот еще с ними, с нашими этими. Все последствия прорывов утекали под дом. По словам жителей, откачка септика уже давно не производилась. Внизу вот там, у них там, они, вы говорите, знаете, что у вас туда все идет? Все, вы говорите, под дом. А мы говорим, мы откуда знаем, мы же там не бываем. Это говорят, слесаря. Машина не приезжает уже какое время? Что все там, все, говорит, прорвало, все трубы, я не знаю, там делать. Конечно, сейчас уже дом идет под снос, естественно, уже никто ничего делать не будет. Последний прорыв трубы случился уже у соседей сверху. Хотя там давно уже не живут. Так как дом под снос, несколько семи уже обрели долгожданные новые квартиры. Сама хозяйка затопленного жилья находится в отпуске и не представляет, как ей возвращаться домой в ожидании нового потопа и устранения последствий старого. Вот если они человека сверху селяют, а внизу люди остаются, почему сразу нельзя было отрубить вот это все, чтобы не было проблем? Из-за этих проблем в жилых помещениях постоянная сырость, которая сказывается на здоровье, а надежда на переселение семьи в новый дом тает на глазах. Так называемый в народе склеп будет передан на заселение только в декабре. Тем временем ветхий дом уже складывается волнами. Здесь жить невозможно. Запахи, во-первых. Вот хозяйка сама квартиры, да, она уже задыхается. У нее астма, наверное, началась уже, потому что у нее был такой криз, что и давление поднялось, и все, она уже задыхается здесь. Это же невозможно здесь действительно ведь. А когда ветер, это все поднимается вверх. По последнему случаю с отопления квартиры было проведено обследование управляющей компании, а также составлен акт. Что касается вот этого залива, значит, мы исследуем этот акт, мы его посмотрим, отпишем его, естественно, наши строители посмотрят, и вопрос будет решаться следующим образом. Если что, мы сделаем какой-то ремонт там. Ну, они посмотрят, если что, посмотрят, сделают какой-то ремонт. Как-то так. Если они там будут находиться в доме и нельзя будет это сделать, я так понимаю, что это какое-то, ну, обои, наверное, может, еще что-нибудь. Так, они посмотрят. Ну, мы их на этот момент можем отселить. Однако, с таким решением хозяйка квартиры не согласна. Женщина намерена идти дальше и обращаться в департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта, а также в прокуратуру. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Дуркина, Антон Взарьков, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...